Сегодня мы с вами поговорим о средневековье в Индии, или можете называть это средневековьем по-индийски. Для некоторых сама такая постановка вопроса будет странной, потому что со времен английских ориенталистов, впервые познакомивших Европу с искусством и культурой, и историей Индии, Индия всегда оставалась древней до самого прихода в нее англичан. Одним из основных тезисов такой концепции было следующее. Придя в Индию в XVIII веке, англичане заставили ее такой, какой застал ее Александр Македонский во время своего знаменитого завоевания. То есть ничего не менялось, Индия всегда оставалась древней. Для некоторых это было показателем ее отсталости, ее консерватизма, а для других наоборот показателем того, что она сохранила себя в чистоте. Вот так, например, думал Вольтер. Страна, это общество заснуло в каком-то таком блаженном сне, в нем ничего не менялось. Отсюда, конечно, следовало соответствующее решение вопроса о том, хорошо это или плохо, что туда пришли англичане, понастроили железных дорог, открыли университеты, стали издавать газеты и так далее. Одни говорили, что очень хорошо, прогресс, а другие говорили, что очень плохо, потому что это уничтожило древнюю цивилизацию. Но на самом деле Индия на протяжении тысячи лет своей истории менялась, и один из важнейших таких переходов произошел между древностью и средневековьем. Когда же в Индии началось средневековье? Между V и VI веком, скорее в середине VI века, в Индии рухнула великая древняя империя гуптов. Это было государство, которое занимало обширные территории севера и центральной Индии, немножко на юге. Это была великая и очень мощная империя, сделавшая много для той индийской культуры, которой мы знаем и восхищаемся. Именно при гуптах жили многие великие ученые, великие мыслители, драматурги, поэты, были записаны и получили литературную форму произведения древней санскритской литературы, которые до этого существовали в устной традиции. Именно при гуптах стала активно развиваться скульптура, пластика, архитектура и многие и многие другие виды искусств, математика и другие научные направления. Но, как все прекрасное, эта эпоха имела свой конец. Империя гуптов разрушилась истекла кровью в борьбе с пришельцами из Центральной Азии, с племенами, которые китайцы называли хунну, индийцы называли хуна, а в Европе, как вы, наверное, догадались, гунны. Вот они стали совершать набеги на Индию, гупты им активно противостояли, но они просто истекли кровью. Сама империя не выдержала такого напора и, хотя она победила гуннов, распалась. После этого было еще несколько попыток создать крупные государства, но в Индии наступает долгая эпоха небольших государств. Именно это является одним из рубежей Средневековья. Но дело не только в завоевании и в разрушении империи. В Индии такие вещи происходили и до, и после. Почему мы говорим, что в Индии наступила иная эпоха? Потому что сменилась элита. Вы знаете, наверное, что в Древней Индии существовало четыре основные так называемые варны или сословия. Верхнюю ступень занимали брахманы, за ними следовали кшатрии, воины. Брахманы — это жрецы, мудрецы, хранители знания, интеллектуальная элита. Кшатрии — это воины. Им, в общем-то, принадлежала реальная власть, потому что все цари были в основном из кшатриев. И вайши — торговцы. Затем появилась еще одна градация — шудры, куда перекочевали ремесленники, крестьяне и прочие представители социальных низов. После VI-VII века, когда рухнула империя губтов, начинается процесс физической замены элит. То есть в конце первого тысячелетия нашей эры, восьмом, девятом, веке, правили не потомки древних шатриев, а совершенно другие люди, которые при этом себя называли именно потомками древних шатриев, имея на это не больше оснований, чем мы с вами. Кто же были эти люди? Эти люди были верхушкой, элитой пастушеских и земледельческих племен. Происходит активное освоение речных долин, джунглей и многих-многих территорий. Племена распространяют свою власть на все новые и новые территории, и их элита становится более богатой и более влиятельной. Эти люди контролируют достаточно обширные территории, гораздо больше, чем своя собственная деревня. Они постепенно отказываются от непосредственной работы на земле или выпаса скота, но они, как говорится, все это контролируют. Так начинает осуществляться важнейший принцип, отличающий феодальное общество от всех своих предшественников и последователей. Что надо в средние века, при феодализме, чтобы принадлежать к элите? Надо владеть землей, но на ней не работать. Все очень просто. Значит, надо ее контролировать, надо получать с нее то, что она дает, но при этом не пахать, не косить и никого не пасти. Вот и все. Эти люди контролируют территорию, они получают с нее, с тех, кто непосредственно работает, налоги. Они постепенно отказываются не только от самой работы, но и от образа жизни своих собратьев. Они начинают усваивать воинский образ жизни. Но это было им не трудно, потому что вообще все эти люди всегда носили оружие. Мужчины, я имею в виду. Именно это становится для них главным смыслом жизни, потому что то, что они контролируют, надо отвоевать, потому что сосед собирается контролировать то же самое. Надо защитить, а при возможности завоевать то, что контролирует сосед. То есть в Индии наступает такая интересная эпоха. Причем эти люди начинают формировать феодальные сословия. Самым, наверное, ранним из них начало формироваться землевладельческое феодальное сословие Северной Индии, так называемые Раджпуты. Слово Раджпут, искаженное санскритское Раджапутра, означает царский сын. Вот не иначе, как они себя. Но действительно, человек, который когда-то был главой деревни, а теперь контролирует целый район, он может считать себя и царем. Они начинают консолидировать вокруг себя территории, отвоевывая их, постоянно воюя друг у друга. Эти люди совсем, естественно, не похожи на утонченных и благородных кшатриев, с которыми мы имеем дело в эпосе Рамаяна и Махабхарата. Вот сейчас, кстати, по каналу Культура идет сериал индийский «Сита и Рама», написанный на сюжет Рамаяны, и вы можете увидеть эту утонченность, это, так сказать, такую вот аристократичность древних кшатриев. Ничего подобного уже не осталось. Меняется даже вид воинской деятельности. Если вы почитаете Рамаяну и Махабхарату, то перед нами, как идет война, это битвы лучников на колесницах. Значит, вот они на колесницах друг друга обстреливают из своих луков. Все, это время прошло. Лук остается оружием пехоты, то есть вот этих крестьянского ополчения и самих благородных распутов для охоты и состязаний. Главное оружие — это меч и копье. Война рассыпается на поединки, вооружен на людей, сражающихся мечами и копьями. Если вы когда-нибудь поедете в Индию, обязательно покатайтесь по штату, который называется Раджастхан, также по его восточному соседу, штату Мадхипрадеш. Вы увидите почти на каждом холме то, что в Европе называли бы замками, укрепленные городки, крепости, жилища феодалов. Многие из них создавали себе крупные государства. Каким образом они захватывали земли соседей? Они воевали и захватывали земли соседей. Если сосед оказывал сопротивление, естественно, его убивали, но на захваченной земле могли поставить его же сына. При условии, что он будет служить своему новому господину и будет платить ему какую-то дань, а главное — будет служить. Своими дружинами будет выступать на его стороне. Таких людей в Индии называли саманта, что в переводе санскрита означает сосед. А мы, я думаю, не очень ошибаемся, когда переводим более знакомым нам по Европе словом «вассал». Он должен соблюдать верность, он должен участвовать в битвах своего сузерена с вами и всегда быть ему верным и стараться всегда быть ему послушным. Естественно, когда власть сузерена слабела, вассалы тут же разбегались и объявляли себя суверенными. Мало этого, постепенно сложилась система воинской доблести и вассальной верности. Раджпуты, например, жили кланами, очень напоминавшими шотландские кланы времен Вальтера Скотта. Эти кланы вступали между собой в брачные отношения, и клан невесты становился целиком вассалом клана жениха. То есть, если клан жениха начинал с кем-то войну, он мог рассчитывать на мечи и копья своих вассалов, своих соседей, они действительно жили по соседству, но теперь уже связанных и узами родства. Эта система, типичная, достаточно похожая на европейский вассалитет, сложилась. Причем, постепенно она охватила значительные территории, потому что крупные раджпутские кланы иногда контролировали земли, сравнимые по размерам с хорошим средним европейским государством, или небольшим европейским государством. Теперь они уже были не вождями и не большими людьми, они были князьями, царями. Но теперь возникает вопрос, а кто ты такой вообще? Как сделать так, чтобы твоя княжеская власть, твое царское достоинство было бы законным? Чтобы с этим были согласны все. Но, конечно, с тем, кто это не согласен, ты можешь разобраться традиционным способом. Это понятно, об этом даже можно не говорить. Но нужно, чтобы ты и сам в это верил, и кругом тебя все верили. Для средневековья характерна власть, которая имеет божественную санкцию. Ни один европейский феодал, особенно король, монарх, не правит, потому что он сильнее всех и умнее всех, а потому что власть его от Бога. И он, и его род имеют право на эту власть.